В Невиномыске есть улица Владимира Жоги. Это герой России, который погиб в 2022 году, когда выводил мирное население из Волновахи. На Ставрополье приехал отец командира легендарного подразделения «Спарта» и с минуты на минуту Артем Жога будет в Невиномыске и возложит цветы к памятнику сыну. Отец героя России, герой Донецкой Народной Республики. Всем жмет руку крепко, по-военному. В Невиномыске, как и во всем Ставропольском крае, чтят и помнят подвиг Владимира Артемовича. Мы с подругой часто сюда приходим и ложим цветочки к этому памятнику. Я живу вот в 16-й этажке, мне все видно. Поэтому я посмотрела, люди собрались. Ну, думаю, я пойду ж посмотрю, потому что мы часто здесь бываем, часто ложим цветы к памятнику. Посидеть на этой лавочке возле памятника сыну Артем Жога мечтал еще в 2022-м, когда здесь установили памятный знак спустя несколько месяцев после гибели Владимира. Есть выражение, время лечит. Неправда. Да, учат жить. Дают силы, память о нем работать. Не скрывая слез, Артем Жога пообщался с жителями Невиномыска. Герой ДНР также побывал и в Ставрополе. В Северокавказском федеральном университете Артему Жоге рассказали о достижениях вуза. Пожалуй, одно из главных сейчас – это студенты-участники спецоперации. Парни взяли Академию отпуска, убыли на фронт. Сейчас они закончатся спецоперация. Она в любом случае закончится рано или поздно. Они выполнят свой долг, военный долг. Они вернутся, закончат обучение. Они и есть цвет будущей политической элиты нашей страны. Потому что они не предвзяты, они искренне любят свой народ, они искренне любят свою родину. Артем Жога отметил, нынешняя молодежь стала чаще интересоваться политической жизнью страны. Поэтому и на встрече студенты активно задавали самые разные вопросы, в том числе и про поддержку наших бойцов. Мы будем более усиленно собирать те вещи, которые он назвал, те вещи, которые являются вещами первой необходимости, которые используются в самом большом количестве. Перечислишь, помнишь, что это? Ну как, это носки, это салфетки, которые используются, подкладки для обуви, сушилки. Ну и детские рисунки. Он на них сделал определенный акцент. А это региональное отделение фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества». Вот здесь у нас девочки работают. Здравствуйте. 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 Участникам спецоперации, ветеранам и членам их семей помогают по разным направлениям. В том числе в поиске работы. В крае действует кадровая программа «Защитники». 69 человек обратились по трудоустройству. 38 уже трудоустроены. Пока проходить процесс реабилитации, можно уже думать про дальнейшие жизни. Где-то подумать, какую новую профессию усвоить, которая подойдет по тем параметрам, соответственно, и понять, где потом ее применить. Также герой ДНР вручил ветеранские удостоверения и пообщался с участниками спецопераций и вдовами бойцов. И в Ставрополе, и в Невиномыске приезду Артема Жоги рады были все. И никому герой ДНР не отказал в совместной фотографии. Герман Кудеяров, Кира Мартынова, Иван Дацынов и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.